ММА Бетс Вот на этой неделе, например, будет ПФЛ Все это в формате подкаста Будет в нашем бойцовском клубе диванных аналитиков Кому интересно, в описании и в закрепленном комментарии Будет ссылочка Также, ребятки, не устою напоминать, что это ни в коем случае Не какие-то готовые рекомендации Не нужно по подкасту просто бежать, вырезать почку И отдавать ее букмекеру Если вас интересуют конкретные ставки То такая возможность есть Также в описании и в закрепленном комментарии Прогнозы от ММА Бетс Ну а в этом подкасте лишь определенное мое субъективное мнение Мое видение Некоторая информация Я призываю вас просто это послушать И прежде чем сделать окончательный вывод Сопоставить это со своим собственным мнением В общем-то, не будем далее затягивать Начинаем Итак, полусредний вес Тим Минс против Дэнни Робертса И, собственно, в целом Противостояние довольно-таки интересное Тим Минс, ему уже 37 лет Реально такой ветеран Ветеранище, да, который очень многое прошел Он крайне опытный боец Просто посмотрите на его рекорд Огромное количество боев за плечами И, соответственно, если мы посмотрим, да То мы увидим, что он в UFC-то бьется уже очень давно С 2012 года Просто невероятно Реально Огромное количество Именно боев на высоком уровне За плечами у этого парня И, соответственно, на данный момент Он даже идет на стрики Из двух побед подряд А это очень неплохо для Для бойца до такого возраста И который уже столько всего прошел Вот В целом Тим Минс, он очень неплохой Очень опасный ударник И он, соответственно, очень многих ребят Особенно ранее, да, именно брал своим напором У него вообще большая часть побед досрочной Практически все победы именно досрочные, да Хотя сейчас две победы решениями Но в любом случае он крайне опасен Да, очень опасный локти Очень опасный клинч, да То есть в клинч с ним вступать Это просто, ну, как говорится, себе дороже, да Там просто колени, там локти И, соответственно, из этого клинча выйти Целым довольно-таки сложно, да Вот, но он, по сути, ударник Да, у него борьба, конечно, тоже есть И где-то он может и сам побороться И того же Лауреана Старополь, да, он переводил Того же Даниэла Родригеса, если я правильно помню Тоже переводил Но в целом борьба это не его сильная сторона Борьба как раз-таки его слабая сторона И за счет борьбы зачастую он проигрывал бои, да И что как бы далеко ходить Тот же Майк Перри в крайнем противостоянии Майк Перри, который из себя уже вообще ничего не представляет Он просто закончился Но, тем не менее, Майк Перри перевел В первом раунде Тима Минца И мало того, что перевел, он еще и забрал спину И до конца раунда за спиной у него просидел Ну, благо, что задушить не получилось Но Тим Минц все-таки показывает, что хоть ему и 37 А у него готовность еще на отличном уровне Потому что он, по сути, провел все три раунда с Майком Перри Забрал второй, третий, а Перри устал Он уже не вывез, да, так сказать И Тим Минц его перестрелял У него действительно неплохая ударная техника Он прям, конечно, как ударник Очень неплохой, очень опасный И панч у него тоже есть, да Но, опять же, раньше он был очень крепким К сожалению, его крепость тоже немножечко подзакончилась Да, потому что Вот с Нико Прайсом был просто тяжелейший Зрелищнейший бой Где Тим Минц выигрывал Но улетел в тяжелый, в глухой нокаут От Нико Прайса в конце первого раунда Также Даниил Родригес его тяжелейше Сначала отправил в нокдаун, потом еще раз, по-моему, потряс В общем, к сожалению, Тим Минц, да, тоже уже некоторую крепость утеряет Но в любом случае, в любом случае Остается, конечно, опаснейшим бойцом И даже учитывая, что у него сейчас два решения Ну, того же Старополя, например, он в нокдаун отправлял, да? Ну, доработать у него не получилось В общем, вот такой вот парень И, соответственно, его соперник Дэнни Робертс Ну, на мой взгляд, боец середнячок И это, мягко говоря, вот реально такой середнячок Звезд с неба особо не хватал И давайте, опять же, будем честны Вот если мы посмотрим на тех, кого он побеждал Я как бы не к тому, чтобы его заслуги принизить Просто я хочу понять уровень, да, этого бойца Доминик Стилл, Натан Кой, Бобби Нэш, Оливерен Камп Это ребята, которых в UFC уже нету, по большому счету Просто их уже в UFC нету С Давидом Завадой был очень близкий бой Будем честны, его спорный такой, да С плитом только Робертс его выиграл Вот, от Майка Перри улетает в нокаут От Нордина Талеба улетает в нокаут Клаудио Силло вроде выигрывает с ним бой Попадается на сабмишн От Майкла Перейра улетает очень быстро От Мишели Перейра, называйте, как хотите Улетает очень быстро в нокаут, тоже в тяжелый И в крайнем бою, вот, сумел выиграть Делима и Мадаева И сейчас у него простой с 2019 года Соответственно, была у него здесь травма, да Как известно И вот он сейчас возвращается после этого простоя С Мадаевым, кстати, тоже был бой вообще нелегкий на самом деле Первый раунд был близкий И он был и в стойке близкий И Мадаев еще и перевел там в Дани Робертса в конце И, ну, то есть, ну, получилось, да У него попасть, у Мадаева, к сожалению, кардио не самое хорошее, да Для него, к сожалению, и, к счастью, для Дани Робертса Вот В целом Если мы посмотрим на его стиль Да, он где-то и сам может попасть, безусловно Ну, я не знаю Наверное, можно сказать, что немножко подпробитый он Такое есть Такое все-таки объективно есть Вот Кардио вменяемое вполне Тоже подустает, конечно, в третьем Ну, нормально в целом Вот И, конечно, есть и нокаутирующий удар Ну, я считаю, что максимально сильная его сторона – это борьба И я почти, что уверен, что Тима Минц он будет пытаться бороть Потому что в стойке я не знаю, кто будет лучше Но вполне возможно, что лучше будет Тим Минц Он реально такой очень искушенный Он хоть и постарше, да, но он очень искушенный в стойке боец И он много бросает, что немаловажно, да И, соответственно, да Тим Минц в стойке, возможно, будет лучше Хоть и не факт, но возможно Плюс есть всегда возможность попасть Но, на самом деле, попасть здесь у каждого есть возможность И Тимминс его может нокаутировать, да, он остается опасным, всего бой назад он это еще показал. Дэнни Робертс, да, у него тоже есть нокаут, он тоже может тяжело пончнуть, Тимминс, к сожалению, тоже не такой уж крепкий, как раньше. Вот, ну что касается борьбы, мне трудно сказать, будут ли получаться у Дэнни Робертса переводы. Он и сам зачастую в борьбе допускает ошибки, да, с тем же Завадой можете вспомнить бой, но Завада опять же показал, что он в целом очень даже неплох с тем же Имеевым, да, в бою. В общем-то, если здесь смотреть, то, ну, по сути, наверное, Тимминс выглядит чуть предпочтительнее, но опять же, если мы глянем на кэфы, то он здесь фаворит за 1,5, а Дэнни Робертс за 2,65. И вот мне, конечно, трудно с такими кэфами согласиться. Тимминс является фаворитом, но не таким крупным, как мне кажется. Здесь кэфы должны быть значительно ближе, значительно ближе, и я считаю, что по таким кэфам, наверное, из-за Дэнни Робертса есть смысл притопить, потому что, повторюсь, у него есть возможность и нокаутировать своего соперника, у него есть возможность использовать борьбу, да, где-то переводить, подзалеживать, это можно делать. Даже у Майка Перри это получалось. Вот, и что касается кардио, ну, опять же, у Тимминс, оно, в принципе, вменяемое, но тоже он уже подустает, и по кардио здесь что-то близкое может быть. Но Тимминс замедляется, да, и когда он замедлится, уже и Робертс может в стойке получше выглядеть. Вот, соответственно, по таким шансам и по таким кэфам я здесь, наверное, за Дэнни Робертса все-таки притопил. Хотя, опять же, стоит ли он того, чтобы на него ставить, как бы в любой момент, да, просто пропускает панч, и бой на этом закончен. Плюс у Тимма Минса серьезная оппозиция, серьезный опыт, в этом он превосходит значительно Дэнни Робертса. Вот, в общем, ребятки, я, наверное, все-таки притоплю здесь за Робертса. Фаворитом Минс должен был являться, но не таким крупным, и именно из-за вот таких кэфов, то я здесь, пожалуй, притоплю за Андердога, шансы у него есть. И, соответственно, вполне возможно, что он этот бой выиграет, но в любом случае. Здесь, конечно, я никому свое мнение не навязываю. Хочу вам напомнить, что вы можете написать ваше мнение в комментариях, что вы думаете, кто выиграет, Тимминс или Дэнни Робертс, и как именно пройдет бой. Получится ли борьба у Робертса, или он, может быть, вообще бороться не будет. В общем, пишите ваше мнение, все, что думаете в комментариях. Вот, ну а на сегодня у меня все. Я напоминаю, подписывайтесь на все наши ресурсы и телеграм-канал, там есть чатик, да, где идет живое общение. Конечно же, паблик ВКонтакте, и, естественно, этот канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчики, дабы не пропустить следующие видосы. На сегодня все, всем пока!